11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня студия Николай Голиков. И Светлана Занько. Владимир Сметанин, мой постоянный соведущий пятничный, сегодня уехал копать картошку. Молодец. Да, молодец. Я его поддерживаю, я его понимаю. Знаешь, я совершенно не расстраиваюсь. Я уверена, что ты не расстраиваешься, что ты не на картошке. Эти суровые пятничные мужские пятницы уже немножко поднадоели. Это здорово, что сегодня девчонки красивые у нас в студии. Я просто очень рад. А Володя, ну что, думаю, через недельку я туда же поеду. То же самое делать. Да, но встретитесь-то с Владимиром вы уже в понедельник, в этой же студии, в мужском понедельнике. У нас два часа работы, дневной разворот с 11.00, с 12.00 будет «Культпоход» программа. В первом часе мы встречаемся с художественным руководителем Кировского драматического театра. Впервые в этой студии с Евгением Ланцовым. Евгений Юрьевич уже здесь. Добрый день. Здравствуйте. Ольга Вихарева, актриса Кировского драматического театра. И сразу скажем, исполнительница главной роли в спектакле «Марина Полия», о котором в том числе сегодня пойдет в речь. Ольга, добрый день. Добрый день. Евгения, кстати, тоже нужно спросить, Евгений Юрьевич или Евгений как к вам обращаться? А вам как удобно, так и говорите. Да? Хорошо. Ладно, Жень, как и скажешь. Это значит, что я буду вилять туда-сюда, я буду говорить вот так-то и сяк. Это будет страшно. Будут следы будем, правильно? Это нормально. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Начинается, вот уже буквально, да, стартует новый сезон во всех театрах. И в Кировском драматическом тоже. А мы еще с удивлением с утра обнаруживали, что с сегодняшнего дня заработал обновленный сайт Кировского драматического театра. Для нас это тоже новость. Да, мы встречим, вы увидели этот новый сайт. Я, к сожалению, еще не побывал, но с удовольствием сразу после эфира заглянул. Это приятно. Новый сезон, новый сайт, новый художественный руководитель, да, который работает на нашем студии. Ну, уже не новый, скажем так. Для нас. Для нас, да. Для нас в студии здесь. Ну, это уже факт нашей биографии, чтобы мы раньше не встретились. Ну, что же, упущение. С февраля месяца я, ну, это тоже срок, с одной стороны, ощутимый, а с другой стороны, совсем небольшой. Ну, сто-то дней уже прошли. Сто дней прошло, да. Сто дней уже прошли. Есть о чем поговорить, соответственно. Ну, и мы давайте начнем сразу же с нового сезона. Давайте. С нового сезона. Давайте. Как театр к нему подошел? Все ли актеры в полном составе сейчас в драмтеатре? Все ли собрались? Да, все собрались. И мы ждем. Вот у нас новый артист приехал один. Пополнение? Ждем, да. Ждем. Молодежь надо, конечно, собирать. Откуда кто? Он приехал из Екатеринбурга. Он работал в Калида театре вот сезон. А в прошлом году закончил Екатеринбургский театральный институт мастерской Вячеслава Белоусова. Вот приехал такой большой красивый парень. Уже познакомились с ним? Да, да, да. Конечно, он начал сразу в работу. С первого же дня он вошел, как приехал, сразу на репетицию. А вот. И ждем еще актрису. Сегодня, завтра. Пока не доехала, не могу сказать даже ничего. Не знаю, что было. Нет, ну, объективку-то знаете. То есть тоже выпускница. Да, да, да. Только из Нижнего Новгорода. Из Нижнего, да? Очень хорошо. У нас часто актер приезжает из Нижнего, да, пополняя нашу труппу. Очень приятно, когда появляется новый актер. Итак, к новому сезону драм-театр подошел со спектаклями, с премьерными спектаклями. Один из них мы сегодня как раз, давайте с него и начнем. Мы сегодня о нем будем рассказывать. Это спектакль «Марина Поля». Сразу скажу, что у спектакля есть ограничения по возрасту 16+. Один раз сказали, хватит. Роском озору, доброе утро. Роском озору, довольно доброе утро, да. Да, расскажите нам, пожалуйста, об этом спектакле. Кто начнет, худрук или... Ну, я начну. Хорошо, Ольга, это старый класс. Это современная пьеса. Ей, наверное, лет 10, может, чуть побольше. Это пьеса драматурга совершенно потрясающего, замечательного. Он тут везде во множестве театров и всяких конкурсов драматургических засветился. С призами и всякими там, значит, наградами. Это Олег Багаев из Екатеринбурга. Он редактор журнала «Урал». Сейчас еще пока, да. Вот. Мы сделали... Значит, был эскиз шестого. Эскиз спектакля. Это вот коротко. За какое-то короткое время мы представили зрителю вот этот спектакль. Это спектакль в форме эскиза, где артисты ходят с листочками, не успевают выучить текст и, значит, вот представляют это. Я сознательно это сделал, потому что надо посмотреть, проверить, насколько вот этот поворот темы, а этот поворот действительно такой интересный, поворот военной темы, конечно же, на военную тему спектакль, насколько это воспримет зритель. И зритель на экспериментальной сцене, где их было там человек 70, они в своем подавляющем большинстве проголосовали. Это было голосование за то, чтобы этот спектакль довести до спектакля. Фактически это выбор зрителя, чтобы мы его вот представили в форме спектакля. А зрители были случайные? Разные, совершенно разные. И журналисты были, и совершенно... То есть какого-то отбора специального не было? Нет, нет, нет. Мы просто разместили приглашения. Ну, конечно, каких-то людей мы приглашали специально. Это само собой, как без этого. А основная масса зрителей была с улицы, будем так говорить. Вот, и проголосовали. Мне это очень волнительно, мне это очень нравится. Я с удовольствием работаю над этим делом. Я вижу, как, кажется, с удовольствием артисты работают. Это история на тему веры человеческой, да, прежде всего. Вера и вера, да. Как её можно ещё определить? Вот. Там, если вам интересно, вы, я думаю, что сейчас закивнёте мне, да, я расскажу в двух словах сюжета. Сюжет очень интересный. Три столетние старухи, он такой полуфантастически сказочный, три столетние старухи, которых играют, естественно, молодые артистки. Вот одна из них рядом со мной, она вот что-нибудь расскажет. Идут встречать своих мужей, которые погибли 73 года назад. Вот одной из них приснился сон, что вот он, он возвращается, они все живые. Она, значит, с трудом... И старухи живые, и мужья, которые приснились. Да, и которые получили похоронки 73 года назад. А вот сейчас одной из них приснился. Они втроём остались в деревне, больше никого нет, они втроём живут, доживают, вот по сто лет им. Одной из них приснился сон, вот главной героиней рядом со мной, что её Ванька, вот он возвращается. И не только Ванька, а ещё и все остальные возвращаются. И она, значит, с одной, с другой начала говорить. Сначала, конечно, ей крутили у виска, а потом сказали, да, конечно, мы тебе верим. Запрягли в телегу, значит, корову и поехали. По пути они встречают, конечно же, как в сказке народной, разные препятствия. Вот ей встречаются, я не буду рассказывать, кто встречается, но встречаются разные такие персонажи из нашей такой советской мифологии, да, вот мифологии. Вот они встречаются, да, вот они уже мифами стали, эти персонажи. Они встречаются и пытаются им противодействовать. И говоря, куда вы едете, они же давно умерли. А они говорят, мы верим, мы верим, что они возвращаются. Ну, то есть, вот эта тема у того, что пока есть вера, они действительно все живые. — Ольга, вот меня всегда немножечко держит напряжение тема спектаклей, когда речь идет о войне. Потому что, на мой взгляд, в последнее время очень активно эксплуатируется эта тема военная. Очень много уропатриотических историй по этому поводу. И вот лично меня всегда очень расстраивает, когда речь идет о том, что мы победили, победим еще раз, дайте мне сапоги, я дойду до Берлина. Я очень сильно расстраиваюсь и переживаю по этому поводу. Потому что я войну совершенно по-другому воспринимаю. Я думаю, что очень многие так ее воспринимают, поскольку моя бабушка и вторая, и первая, и все деды — это западная Беларусь, это первый удар, это партизанщина, это болото, это дети, вот там вот это расстрелы у стены, от которых тебя спасает только то, что немец пошел поесть там завтрак и не убил. Я воспринимаю это очень всегда остро. Поэтому, когда представляется новый спектакль, новый фильм о войне, я всегда вот в напряжении. Не каждый раз решаюсь посмотреть, чтобы уберечь себя от моментов, которые нам расскажут, что Россия была бы есть и будет, и если вот прямо сейчас война, то мы, значит, всех разобьем и победим. Этот спектакль не на эту тему или про это? Этот спектакль и на эту тему, и не на эту тему. Дело в том, что лубочная комедия, она сама по себе подразумевает собой подачу материала в очень легкой форме. Эту тему, наверное, забывать нельзя в любом случае, потому что она свята. Это наша история. Это действительно история наших дедов, прадедов. У меня дед прошел всю войну, да, Кёнигсберга. И форма, которая у нас присутствует, я думаю, она затронет зрителей любого, от мала до велика. Она будет понятна всем. Понятно, да. Мы уже это проверили на эскизе. И после голосования этот спектакль решили как бы пустить в жизнь. То есть это выбор даже зрителей больше был, чем наш. — Вы сказали, что спектакль — это лубочная комедия. Вот мы не часто говорим о такой форме, да? — Скорее всего. — Если честно говоря, в этой студии впервые. — Это что-то новое. — Это условность комедии, потому что, конечно, лубок — это трагикомедия, прежде всего. Здесь и трагикомическая тема, безусловно. А это вот надо сразу оговориться. — И вот тут это очень важно. Сейчас интересно рассказать, как можно сделать лубочную комедию вот на такую серьёзную тему после короткого перерыва. Евгений Ланцов — художественный руководитель Кировского драматического театра. Ольга Вихарева — актриса драмтеатра, исполнительница главной роли в спектакле «Марина Поля», о которой мы сейчас говорим. Нас обоих с Колей заинтересовало, как спектакль о войне в форме лубочной комедии... — Насколько сочетаема вот эта тема и эта форма, да, скажем так. — Насколько сочетаема, да. Как вы это восприняли? — Ну, я же ещё вот хочу раз повторить. Комедия — это довольно условное название. В простонародье комедия — это нечто такое... Мы так приняты у всех, да? Комедия — это нечто поскакушке, побрякушке и вот дикое ржание. На самом деле комедия, если говорить об театроведческом понимании, она, значит, как один сказал из великих, комедия — та же самая трагедия, только чуть быстрее сыгранная. — Ну, как бы, если вспоминать вообще историю термина, вспомните божественную комедию, там для смешного вообще нет ничего. То есть комедия — это просто есть драма с трагическим концом, условная трагедия, а комедия — это просто драматический спектакль без трагического конца, скажем так. Здесь форма, вот пусть не отпугнёт там взрослого зрителя, серьёзного, потому что это, конечно, рассчитано на серьёзных людей, понимающих их, пытающихся разобраться в нашей жизни. Рассчитано прежде всего на них, пробиться к ним, к их душам и сердцам. А, значит, форма сказки пусть не пугает, но форма сказки подразумевает работу с мифами, мифологическими, да, с мифами. То есть сгущение до мифологии, до образа, до такой сгущенной метафоры, да. Вот я ещё раз говорю, они идут, как в русской сказке, это история дороги, это сюжет путешествия, да, они идут к цели, и на пути встречаются им препятствия. А цель у них серьёзная, они же идут встречать мужей, которые, они верят абсолютно, что они живые спустя 70 лет. Это же на самом деле вне разумного понимания, это вне понимания нормального, вроде как нормального человека. Они верят и не убеждают в этом зрителя. Они убеждают в этом и должны убедить. Но это ли не фантастическое существо, фантастическая сюжетная линия, к которой надо серьёзно относиться и убедить в этом зрителе, что пока не похоронен последний солдат, пока существует вера и ожидания у женщины, а её муж жив, в её сознании он жив, в её понимании он жив. Она не может от него как-то избавиться, забыть и так далее. То есть речь идёт об этом, конечно же. Ольга, столетняя старуха. 101-летняя, да. Без грима играют, девочки, да. Без грима играют. Погружение в эту историю, погружение в это ощущение этих женщин, которые с верой. И причём женщин совершенно другой эпохи. Совершенно другой эпохи. Совершенно по-другому воспитывавшихся и росших. Там нет буквального воспроизведения какого-то этого возраста, 101 год. Там, спасибо автору, есть текст, который говорит о том, что молодеют, молодеют от любви, от веры старухи, молодеют. В образ, как входило. Я бы, понимаете, нет предела совершенству, это ещё в процессе. Спектакль может случиться у актёра на пятый, на шестой раз. Как зовут Вашу героиня? Мария. Вот я хочу сказать, что Мария тоже, наверное, ими выбрана не случайно, потому что это героиня сказки. Вечной сказки. Вечной сказки, да. Которая проходит определённые испытания огонь, воду и медные трубы. И либо сохраняет свою душу, сердце, то, что в русских народных сказках, либо с ней происходят какие-то преобразования. Вот среди трёх старух Мария Константа, которая несёт эту веру, несмотря на все испытания, которые приходится пройти. Возрастные моменты, которые приходится там периодически играть, они как бы незаметны. То есть это условно, это костюмы. Вот она всё-таки её, она вдруг старуха, которая молодеет, да, вот она возвращается в этот свой возраст. Или всё-таки вот эти старушечьи истории, там тоже вот есть какие-то моменты? Для Мари конкретно, мне кажется, нет. Она живёт тем, что верит, любит, и за счёт этого она остаётся молодой. Я скажу так, там есть спектакль. Ход я не удержусь и открою какую-то ещё одну тайну. Вот там, значит, есть такой в финале, там персонажка с ней начинает общаться. И там мы понимаем, что она живёт не первую сотню лет. Не первую сотню лет. И не вторую, не третью. Это именно вечный персонаж такой, да. Она просит ещё сто лет, и он ей даёт эти сто лет. Это как бы секрет её молодости, вот в этой вере и любви. Евгений Ланцов... Это не просто женщина, скажем так, ждущая мужа с этой войны. Это вообще русская женщина, которая верит, и которая верила 300 лет назад. Возможно, даже не русская женщина, а вообще любая женщина, потому что Мария... Сюжет всё равно Мария, Мария, конечно, русский сюжет. Да здрасте. Почему это? Ну, Мария потому что. Ну, потому что могла быть Мария. А в других странах уже Мария, да, да, да. Пусть каждый остаётся при своём мнении. Евгений Ланцов, художественный руководитель Кировского драмтеатра. Ольга Вихарева, актриса Кировского драмтеатра, исполнительница главной роли спектакля «Марина Поля». А насколько сейчас этот спектакль готов уже к выпуску? У вас ведь, по-моему, 9 сентября уже премьера, да? Ну, 10 дней у нас ещё есть, поэтому о готовности надо говорить вот в этом выпуске. Ну, вы как студент, так что сессия завтра? Да, конечно, конечно, всегда не хватает, не хватает всегда полуденька, там часика не хватает. Но, тем не менее, всё в процессе, всё работает, да. Мы как бы здесь же в этой ситуации есть проверенность, определённый, вот эскиз даёт уверенность определённого, да. Остается только стремиться к совершенству и пытаться выразить мысль наиболее полно, чётко и ясно, чтобы не было, вот невозможно не сказать, понимаете, в отношении такой темы всегда находятся люди, которые говорят, один-два их может быть, да, в зале, а может ни одного не попасть, а может их будет несколько, что говорят, ну, эту тему нельзя комедия, ну, как же это категорично. Ему говорят, что посмотрите на художественное достоинство, да, посмотрите, нет, я даже смотреть не буду, мне не нравится и всё. Я в ответ говорю, а вот сериалы нынешние, нынешние кино, о которых вы говорили, Светлана, там же смотреть часто невозможно, потому что это вот какое-то тупое воспроизведение, неприличное, значит, да, такая жвачка на военную тему, прости господи, нет, вот это натурализм, а здесь вот театральные условия мне непонятны. В общем, короче говоря, противников всегда находится очень много в этой теме. Это возвращаясь к форме, и вот тут-то я... Военная комедия, как форма, она и существовала, и в Советском театре это было. И раз уж мы к сказкам возвращаемся, то одним из главных героев всегда русский сказок был солдат, который бесконечно идёт с войны, и это главный герой. Это сказки, это комедии, это прибаутки, шутки, частушки. Совершенно нормальная вот такая форма осмысления военной темы. Расскажите нам о декорациях, расскажите нам о музыкальном сопровождении, кто, как, что придумали. Ну, это вообще на малой сцене будет. Да, это экспериментальная сцена, конечно же, значит, это предполагает вот 50-70 человек. То есть определенная камерность. Конечно, камерность, потому что на большой сцене, ну, мне кажется, такая история, она потеряется. Вот, это не для такого массового зрителя, и такие спектакли должны быть обязательно в репертуаре, и мы этим будем заниматься, я вот уже запланировал ещё несколько подобного рода спектаклей. Вот не на военную тему, на другую, чтобы это было рассчитано на, будем так говорить, на гурманов, там, скажем так, да, на людей, любящих театр, прежде всего. Вот, декорация, ну, она очень самая простая, её на радио, тем более, писать трудно, так бы я листочек нарисовал, показал в кадр, в кадр. Идея. Как раньше была программа, театр у микрофона, на сцене находится, тот, а там стоит, тот, а лицо у него. Идея заключается в том, что Мария не одна, их таких много. Там в декорации это выражено, что и солдат много, и много очень таких, как Мария. То есть из этого состоит, в общем, народ. Вот в декорации попытались это выразить. А в музыке звучит вот музыка французского замечательного композита Рене Абрей. Вот как интересно, понимаешь? Русская сказка, глобочная комедия, музыку французского композита. Музыка, она вообще национальности не имеет. Да. Как вы её восприняли? Вместе обсуждали именно этот музыкальный выбор? Кто подбирал именно музыкальный материал? Ну, я подбирал, но возражений у артистов ни у кого не возникло. И на эскизе, когда зрители смотрели к музыке, возражений не возникло никаких. Да, можно я и скажу. Конечно. Декорации минимальные. Там буквально три стола, которые трансформируются. Но трансформируются очень интересно. Приходите, посмотрите. Музыку, как вы восприняли, Ольга? Музыку? Безусловно. Безусловно. Мы уже смотрим, как на вашем примере сейчас, как налаживаются и какие сейчас взаимоотношения актёр-худруг. Потому что сто дней, о которых мы говорим. Тут такой момент, Евгений Юрьевич почему-то не сказал. Мы ведь работали до того, как случилось художественное руководство. То есть был эскиз, была лаборатория «Земля и Лиза». А потом уже, да, поэтому мы уже были знакомы. Да. Вот смотрите, какая интересная вещь. Мы всё время возвращаемся к этому спектаклю, но всё время слышим какие-то истории, которые сейчас Евгений Юрьевич озвучивает. Для меня, например, зацепило, что вы, Евгений Юрьевич, собираетесь ставить на малой сцене ещё несколько спектаклей для гурманов. Они есть у нас? Гурманы. Вот сейчас. Вы их видите в Кирове? Конечно. Кто эти люди? Ну, вот вы эти люди, да. Их достаточно много. В основном это относится, конечно, к интеллигенции городской. Конечно, много. А как же? И вот это ваше заявление о том, что будут ставиться спектакли на малой сцене для тех, кто любит театр, кто готов ходить. Особенной любовью любит театр. Особенной любовью любит театр. Оно противоречит веяниям, которые распространяются очень часто, особенно когда меняются художественные руководители или директор театра. А как же деньги? Что это вы там увлеклись малой сценой, вам могут сказать в определённой... Одно другому не противоречит. Надо зарабатывать деньги. Репертуарный театр. Он театр... Вот я сейчас так на драку собаку мысляю. Оно для всех. Он должен... Он так родился 300 лет назад. Так рождался. Он должен в городе удовлетворять максимальному количеству слоёв населения. Вот для этого слоя населения вот такой спектакль. Для этого такой, для этого такой. Это я так немножко примитивно говорю. Где-то, наверное, идеал спектакль такой, который нравится всем. Но это идеал недостижимый. Да, как правило, там какая-то огульная комедия такая, вот пуповая, она вот какому-то части населения нравится. А те, которые гурманы, они посмотрят, скажут, да ну-ка, это какая-то вот Петросядущина. И мало того, что они посмотрят, они скажут, куда катится наш театр. А потом спектакль какой-то, так сказать, с глубокой, серьёзной мыслью и серьёзной какой-то медленной формой. Вот придёт зритель, который смотрит комедию, скажет, да что это такое, смотрите, и будет толпами выходить из зала. Отсюда сразу вопрос, да. Надо информировать правильно зрителя, да, чтобы он шёл и понимал, куда он идёт, на что он идёт. Потому что главные беды у нас получаются именно из-за этого. Значит, он думает, что идёт на пуповую условную комедию, а попадает вот на совсем другое, вот на такое, допустим, Марьино Поле. И говорит, что-то как-то я не тут, не там. Не мой театр. Не мой театр, да. Поэтому здесь всё-таки репертуарный. Поэтому деньги не мешают вот подобного рода спектаклям, да. И вот это рассчитано на другую публику, на другое восприятие, на другие вкусы. Это как, у меня любимый пример такой, это как в общепите называется. Одному нужно, да. Столовая, другому нужен Мишленовский ресторан. Да, да, да. Прервём сейчас на полторы минуты. Продолжим наш разговор с гостями из Драматического театра. Напоминаю, Евгений Ланцов, Хутрук Кировского Драмтеатра у нас в гостях, и Ольга Вихарева, актриса Кировского Драматического театра. Продолжаем разговор. Старт нового сезона в Кировском Драматическом театре. Мы готовимся к нему, да, вместе с нашими... Мы ждали, всё это короткое лето, ждали, когда же вы вернётесь, наконец. Поэтому у нас в гости сегодня художественный руководитель Кировского Драматического театра Евгений Ланцов и актриса Кировского Драматического театра, исполнитель главной роли в спектакле Марина Поля, о котором мы говорили, Ольга Вихарева. Хороший пример вот сейчас прозвучал в перерыве. Давайте его озвучим. Мы ещё скажем, как, собственно говоря, когда был представлен экспериментальный эскиз Марина Поля для публики на экспериментальной сцене, люди, которые шли, всё равно шли на тему о войне, да, увидели комедию. Для них было немножко неожиданно всё-таки, да, вот как они среагировали на это? После эскиза состоялась беседа со зрителями. Ну, обсуждение, да? Обязательное обсуждение. Да, это обязательно, да, у Евгения Юрьевича, обсуждение. И люди сказали, что пришли, настроившись на какой-то серьёзный лад, на какую-то пропаганду, на какую-то... Вот то, чего я там опасалась. Да, да, да. На некий пафос, наверное, да. Ушли они, конечно, в совершенно другом состоянии, впечатлении от спектакля у них. У вас какое-то лицо расстроено. Они расстроились из-за этого? Да вы что? Нет? Вы что, нет. Я просто как бы уважительно... Ну, вы актриса, я понимаю, вы любое можете лицо показать. Да, у меня роль такая там, я должна нести самую серьёзную ноту. Им очень понравилось. Они сказали, что настолько лёгкой формы этой темы они как бы не встречали. Люди ушли со слезами, да, при этом ушли со слезами на глазах. Так вот я почему говорю, что это высший пилотаж, когда вот в жанре там граничный, как вы сказали, с клоунадой где-то на границе, да, вот, и чтобы человек ушёл со слезой. Вот так принято. Я сейчас говорю, конечно, опять же, фразу, с которой человек очень легко поспорить с этой фразой, но клоунада в актёрском ремесле, в театральном, это самый сложный жанр, когда надо быть глубоким, при этом очень лёгким и доступным всем. Это, в общем, где надо пройти, значит, между... по лезвию бритвы называется. Это вот сложно. — Евгений Юрьевич, вы сказали, что одно другому не мешает, и что театр должен предоставить разному зрителю, каждому зрителю свой спектакль. — С чем мы входим в новый театральный сезон, какие постановки планируются? — Значит, сейчас мы у нас в работе, мы начали перед отпуском спектакль под названием «Лесистрата», это «Софокл», древнегреческая, опять же, комедия, на военные темы. Опять же, у нас военная тема будет в этом сезоне представлена обязательно, значит, и очень серьёзно. Но это комедия, это «Аристофан», это комедия, которая больше двух тысяч лет, она прошла испытание сценой, и ставит её московский режиссёр Лариса Александрова, начала ставить. Вот мы в октябре должны продолжить, в конце октября закончить. — Это на какого зрителя рассчитано? — Это рассчитано на массового зрителя, это большая сцена, это мы рассчитываем на массового зрителя, это с большим элементом хореографии, это с такими танцами. — То есть это такое нетрадиционное античное представление будет всё-таки, более современное? — Ну, вот так, я думаю, что будет то, что делает Лариса, она смешивает то и другое. Костюмка, они костюмы, конечно, декорация, она античная, а такая, так сказать, манера существования, она современная. Вот как бы здесь опять вот надо сохранить гармонию в этом деле. Она пытается, и мне кажется, кое-что получается. Значит, посмотрим. Сейчас трудно говорить об результате, как всегда в театре. Но намерения самые серьёзные, и это, конечно, для массового зрителя красивое, очень подвижное и серьёзное зрелище одновременно. — В том числе, я думаю, для молодых людей, которые изучают историю. — Для молодых людей, да-да-да, это для среднего поколения, для молодых людей рассчитано, конечно. Значит, а потом у нас возник такой проект, тоже военный, он возник перед отпуском совершенно случайно. Я его называю проектом, потому что это есть местный автор, у него написанная книга под названием «Война матерей», это Виктор Бакин, и он пришёл с этой книгой. Мне сначала показалось, это может быть слишком, вот как говорит Светлана, ну вот как бы вот так вот, эксплуатация темы. Но я в отпуске прочёл книгу и понял, что мы не можем мимо неё пройти. Это тема Афганистана, это тема выхода, в следующем году юбилей входа и выхода. И поэтому в модном нынче жанре театра документального мы бы хотели сделать, мы хотим сделать, оно будет, спектакль вот об мальчиках и матерях Кирова, которые были там. — Как раз по книге Виктора Бакина, да? — Да, на основе. — На основе книги, да. Это вот планируемо в следующем году. Ну, естественно, Новый год, и, естественно, вот какие-то у нас будут, которые я упоминал, читки, эскизы спектаклей на малой сцене для вот особенной нашей любимой публики. — Очень ещё у нас особенная есть любимая публика, это наши дети и молодёжь. — Ну, скорее дети даже, потому что молодёжь, молодёжь, дети, одноклассники практически. — 12-летние подростки, да, а драмтеатр для подростков? — Нет, драмтеатр всё-таки... А чём мы будем дорогу перебегать, театр молодёжного? ТЮЗ работает с молодёжью, это их работа. Мы, конечно, не можем пройти мимо этой публики, но это не наша основная. Ни в коем случае нельзя... А чё же, есть другой театр, который занимается профессионально. — Ну, здесь есть история, конечно. Я вот когда про Марина Поля слушаю, да и про Лисестрат и другие, а мне кажется, что это история про семью, там, да, вот родители и дети. — Абсолютно так, да. — Ничто совершенно не мешает нашим детям с нами, если мы их подготовили, если с ними мы говорим на эти темы, если мы вместе ходим на спектакль и потом это обсуждаем, рефлексируем вместе. То есть здесь не важно, какое стоит... Вот для меня не важно, какое стоит возрастное ограничение, важно, смогу ли я ребёнку своему потом объяснить. — Я почему хотел ещё уточнить, что именно не для молодёжи, а для детей, потому что молодёжь, да, молодёжь, для молодёжи у нас есть театр, скажем так. Ну, по крайней мере, раньше так было, да, вот не знаю. — Так должно быть. — Как должно быть. — Ну, как раньше, изначально. — А мне кажется, самая-то детская аудитория, она должна во все театры ходить, дорогу-то протаптывать. — Да. — То есть вот для них-то вот, для совсем-то махоньких что-то. — Я забыл упомянуть, у нас есть сейчас, у нас должен быть, будет, выходит, сейчас репетируется спектакль, как раз вот для подростков, заговорился. Но он называется «Уроки французского». Это по потрясающей повести Валентина Распутина делает... — Они как раз сейчас именно лето задали читать «Уроки французского». — Да-да-да-да, у меня сын. — А ты не знал, а читал, да. — А ты так читаешь литературу. — В одной школе, в одной параллели. — Да-да-да. — Задали-задали. Сколько лет вашим ребёнком? — Двенадцать будет. — Вот у меня тоже ребёнка. — Да-да-да. — Я записываю, я записываю, товарищи, уроки французского. — Значит, в начале октября, в самых первых числах, по-моему, третьего-четвёртого, у нас будет вот премьера тоже на малой сцене. — Мы, между прочим, вот договорились уже с Евгением Юрьевичем, поэтому я не стала летом утруждаться на спектакль. — Когда вы говорите? — В начале октября? — Третьего-четвёртого, по-моему, да, будет премьера вот на экспериментальной малой сцене. — На малой сцене тоже, да? — Да-да-да-да. — В максимальном приближении к детям. — Я так понимаю, что четыре зрителя у вас уже есть на приборе, да? — Нет, я так понимаю, что в нашей школе и в наших классах, где своя театральная студия есть... — Которые не читают. — Ну, это мама такая, простите, да, я думаю, что там не три-четыре. — Я с сыном тоже разговаривал. — Да-да-да, я говорил на это, потому что ему понравилось, но совсем по-другому. — Они по-другому смотрят. — Абсолютно по-другому, да. — А там будет предпоказ вот с этим обсуждением? — Нет, я думаю, что мы сразу показываем, но обсуждение будет обязательно. — Обсуждение будет обязательно. — На такого рода спектаклях, я считаю, и так будет, что обсуждение. — Ну, если говорить о гурманах театральных, то это интересные самые, это вообще и поговорить. — Обязательно. — Как у нас говорят, а поговорить. — Ну что, ну вот, Евгений Юрьевич, мы записались. На спектакль, поход двумя классы на Вятской гуманитарной гимназии. — Мне нравится эта поесть, я её так обожаю давным-давно. Я, по-моему, я опять боюсь навлечь на себя, значит, литур-турведов, но это лучшая поесть у Распутина, потрясающая. Это редкий случай, когда вот так она компактна, ясна и написана для всех возрастов, пробивает всех. — Вот я с родителями могу сразу поговорить там в эфире, это очень важно на самом деле, потому что иногда мы со своими детьми вот даже как-то готовы загонять там из-под палки на спектакли, неважно кто, учителя или родители и прочее. А у меня Зося такой бурчун-ворчун, мы когда ходили на спектакль в ТЮС по мифам Древней Греции, который, ну, в принципе, это такой ликбез по мифам, ну, вот ничего там такого особенного. Ну, я вам скажу, что она вышла, ну, да, там, значит, ну, да, там. Потом после этого в программе, которая всегда содержит мифы Древней Греции, она так мне выдавала, как орешки-пятерки просто приносила из школы. Извините за мою утилитарную позицию в данном случае, но я, поскольку с ребенком не прочитала эту повесть летом, я как бы сразу для себя наматываю. — Что в этом плохого, если театр будет приносить еще чисто практическую пользу? — Это очень важно. — Это прекрасно проведенный вечер, это совместное обсуждение, это потом действительно реакция в школе на совместный поход там у детей. Это правда очень серьезно. — А главное, я к этому так отношусь, что это, как это, утилитарно, взращивание своего зрителя будущего. Потому что если это должно понравиться, это обязано понравиться и родителям, и детям, которые должны получить этот заряд позитива и потом прийти еще раз уже самостоятельно. — Ну, я еще хочу у Кольги обратиться. Спектакли, вот разные такие совершенно спектакли, большое количество спектаклей на малой сцене, на малой сцене, спектакли на малой сцене. Вы сами любите что больше, какую форму? Большую сцену, малую? — Я больше люблю большую сцену. — Оно как бы малой формы. Я сейчас, наверное, за всю историю работы в Кировском областном драматическом театре второй раз на малой сцене. Второй раз. Поэтому для меня это в новинку... — Но это очень различается. — Различается. — Малой формы. — Актрисы именно, да. — Да, очень. По способу существования и по близости контакта со зрителем очень отличается. Но здесь слышишь дыхание... — Тут стенки нет уже, да? — Да, да. — И это ответственно. Это ответственно. И когда бок о бок... — Большая неответственно, что ли? — Так. — Разговор вдруг осадить, это интересно. — Там есть где развернуться. А тут надо попридержать. И тут надо, чтобы был такой контакт, не пере... — Да, это точно. — Не дай бог напугать или... — Здесь, наверное, обмануть труднее, потому что расстояния уже нет. — Да. — Обмануть профессионал всегда обманет. — Ой-ой-ой. — Слушайте, ну я вот еще раз обращаю наших слушателей на новый сайт Драмтеатра. Вот он уже запущен, напоминаю. Да, зайдите посмотреть. — Адреса толще? — Буквально с сегодняшнего дня. Да. Киров, драмтеатр.ру. Точно-точно. Точно-точно. Это он. Это и есть такое, да. Пожалуйста, с афишей можете ознакомиться. Мы уже договорились с нашими гостями, что в программах «Культпоход» мы разыграем и будем разыгрывать билеты в Драмтеатр. Внимание, у нас есть очень активные слушатели, которые просто дежурят, чтобы получить эти билеты через нашу программу «Культпоход». И на спектакле, о котором мы сегодня говорили, Марина Поля, напоминаю, что это спектакль на малой сцене, там ограниченное количество зрителей. Мы тоже будем разыгрывать билеты, даже, наверное, сегодня уже, да, в «Культпоходе» мы их будем разыгрывать, со следующей недели будем выдавать, потому что премьера 9-10 сентября. Это вот на следующей неделе уже. Это уже на следующей неделе, так что будьте внимательны. А мы благодарим наших гостей, Евгения Ланцова, художественного руководителя Кировского драмтеатра, и Ольгу Вихареву, актрису Кировского драмтеатра, преисполнительницу главной роли в спектакле Марина Поля, который я вот сейчас уже хочу очень посмотреть и жду. Приходите. Вот и хорошо, не зря пошли. Спасибо вам, хорошего дня. Завершён дневной разворот, через 20 минут «Культпоход». До свидания.